Жительница Ленинского района в Саратово перевела мошенникам более 8 миллионов рублей. На протяжении двух месяцев она вела диалог с неизвестными и была уверена, что с ней общаются представители банков и спецслужб. При этом злоумышленники убедили ее никому не рассказывать о ситуации и пригрозили уголовным преследованием за разглашение информации. И лишь когда закончились деньги, 49-летняя женщина рассказала обо всем своим родственникам. Они убедили ее обратиться в полицию. Я бы сама вряд ли решилась поехать, потому что я все равно до конца пребывала в убеждении, что это действительно люди, которые мне помогут, как они обещали. То есть схема такая. На работу поступил звонок от спецслужб. Сначала было сообщение генеральному директору и якобы через его телеграм-канал со мной свяжутся люди из спецслужб. Я, наверное, как-то растерялась от такого прочитанного сообщения. Приняла вызов и потом вот ситуация развернулась так, что представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, что нужно сейчас сотрудничать с ними, потому что от моего лица якобы мошенники взяли кредиты в банке. Мне приходилось в течение нескольких дней набирать кредиты и отдавать этим людям через приложение в смартфоне. Оформив 7 кредитов на более чем 7 миллионов рублей, женщине перестали выдавать займы. Тогда она обратилась к коллегам руководства завода, где работает, и под разными предлогами одолжила у них деньги. Общая сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей. Будьте, пожалуйста, бдительны все. Никогда не откликайтесь ни на каких специалистов, спецслужб, ни на каких банковских сотрудников, которые звонят. То есть людям я посоветую быть очень бдительными, не верить ни в какие роскости, звонить, кричать знакомым, друзьям, родственникам. Что происходит, если вы ничего в этом не понимаете? Как выяснилось, что я ничего в этом не понимаю и оказалась настолько доверчивой, что попала вот в такую трудную ситуацию. В настоящее время сотрудниками полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 мошенничества.